Аплодисменты Садился только сторож Михайлович в состоянии адекватном присутствующему контингенту. На мое предложение «Вставай, я тебе девку привез» ответил коротко «Недосуг». Товарищ капитан, поскольку свободных мест не было, я принял решение посадить Харитонову на стул. Рядом с Михайловичем. В правую руку я положил ее паспорт, в левую – постановление о вскрытии. После чего покинул помещение, и дальнейшая картина восстановлена благодаря камерам наблюдения. Товарищ капитан, в течение последующего часа сторож и Харитонова выпивали. Харитонова к рюмке не притрагивалась, поэтому с каждой минутой нравилось Михайловичу все больше. В три часа две минуты сторож прочитал постановление о вскрытии, после чего рухнул в обморок. В пять часов две минуты в помещение вошла уборщица Зигматулина, поприветствовав присутствующих репликой «Гутен Мурген». Она также прочитала постановление, также рухнула в обморок. Только на сей раз постановление осталось лежать у нее на груди. В шесть часов тридцать минут пришли санитары Пилипчук и Апанасенко, с целью доставить тело на вскрытие. Поскольку постановление лежало на груди Зигматулиной. Она и была погружена на каталку, доставлена в операционную, где ее положили на стол и обнажили. Скажешь, капитан, может быть на этом все и кончилось. Но, как говорится, беда не приходит одна. Как назло, именно в этот день в семь часов тридцать минут пришла группа первокурсников во главе с преподавателем Давидяном. Давидян призвал студентов сохранять спокойствие, ибо никаких внештатных ситуаций быть не может. Как бы в подтверждение его слов, Зигматулина чихнула. Давидян выронил скальпель, после чего взял себя в руки, решив, что померещилось. На первокурсников было страшно смотреть. Согласно инструкции, Давидян повернул Зигматулиной голову. Это вернуло покойную к жизни. И она открыла правый глаз. Глаза самого Давидяна напоминали картину «Черный квадрат Малевича». А по лицам первокурсников было понятно, что они, не сговариваясь, уже приняли решение об отчислении. Дрожащей рукой Давидян потянулся к усопшей, чтобы закрыть той глаза на веки. В ответ Зигматулина укусила Давидяна за палец. Давидян заорал. Покойная приподнялась И раздраженно сказала «Ну ты мертвого разбудишь!» Товарищ капитан, никогда еще в морге не было так оживленно. Даже в такие минуты Зигматулина напомнила про профессиональный долг И орала вслед убегающим первокурсникам «Куда она чистая?» На шум и крики проснулся сторож Михалыч. Только он пришел в себя Как в помещение ворвалась голая Зигматулина. Сторож Истова перекрестился И с нескрываемым сожалению сказал «Шо ж ты только под утро надумала?» Товарищ капитан, я действовал согласно инструкции Но я не могу объяснить Почему в конце концов Покойная Харитонова оказалась в соседнем помещении Верхом на Давидяне Рапорт закончен АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ